А как вы сюда народ вообще затаскиваете, заманиваете? У нас это в первую очередь лекции. Чего еще раз? Лекции. Для молодежи. По физике и по теории физики и по литературе. Самые популярные лекции были по философии, которую собирали просто полный зал здесь. Люди стояли, не только сидели, здесь просто не протолкнуться было. Ну, например, сегодня у нас будет чтение Хармса. Сейчас только пять часов. Впереди весь день и вечер, и вся ночь. Значит так, Хармс, Булгаков, Набоков. И на это все приходят вот эти 25-35. На мой взгляд, это в первую очередь люди, которые хотят же делать что-то сами. Они очень самостоятельны, и они не хотят быть в системе. Вот если говорить про систему, государственную систему. Очень сложно быть в этой системе. Они стремятся больше к такому европейскому образу жизни. То есть быть свободными, путешествовать, образовываться. И поэтому и ходят на лекции, слушают. Потому что им интересно. Вот это вот я не знаю, мне интересно. Я схожу, узнаю, что это такое. Ну, какая-то тема, например. И ходят на... любят современное искусство. Вот все новое, современное, потому что это создается как бы единомышленниками. Это не только в России, это в мире. А вы не знаете, что так происходит? Простите, не знаю. Сказал я как можно суше. Дамочка вертелась в разные стороны и, наконец, опять обратилась ко мне. А вы не могли бы пойти и выяснить, что там происходит? Как мы сюда зазываем молодежь? Ага. Да, во-первых, давайте определимся, что для нас молодежь, что для вас молодежь. То, что я, что называется, так вот, например, где-то от 20 до 35. Оп, а вот здесь я вас поправлю. Давайте. Начнем примерно лет с 14 и до 35-40. Вот так вот. 40 – это с учетом инфантильности. Согласен. Нет, я не скажу, что это инфантильность. И в случае человека творческая натура, он молод всегда. Главный принцип молодежи в чем? Это свобода изъявления, свобода выбора, широкая, без границ сознания и желания развиваться. Здесь можно посидеть, поселфить. Здесь очень много постановок, где можно сфотографироваться и выложить себя в Инстаграм. И получить много лайков. Здесь нет тетушек, которые сидят по углам и говорят, здесь не стоять, здесь не останавливаться, проходите дальше. Все дело всегда в свободе. В выборе. Всегда есть выбор. Вечер достаточно поздно. Вот и закончились мои поездки по Санкт-Петербургу по крайне интересным местам. Выводы? Да, конечно, они есть. Первое. Надо идти к молодежи. Обязательно. И при этом слышать, что говорит молодежь. Второе. Да не надо молодежь бояться, товарищи взрослые. Обязательно нужно дать молодежи место, где она сможет себя проявить. И, конечно, в таких местах нужно присутствовать людям элегантного возраста. Ну, таким, как я, пенсионерам. И тогда обязательно придет вторая, третья, четвертая и пятая молодость. Редактор субтитров А.Семкин